и всем привет меня зовут лена крупина и сегодня у нас очередной выпуск новостей из мира гимнастики сегодня видео обсудим самые интересные новости они надо сказать были очень любопытные так что есть что пообсуждать так видео поговорим о новом главном тренере сборной россии она в введениях в этапы кубка мира а также других изменениях которые касаются гимнастики ну и перед началом видео не забывайте подписаться на канал чтобы не пропускать новые интересные видео но для тех кто еще не в курсе напоминаю что своем telegram канале ссылка на который есть в описании я публикую максимально быстро все новости из мира гимнастики так что если хотите узнавать первым то подписывайся и на телеграм-канал ну а начнем с приятных новостей алину кабаева наградили венком почета венок почета или как его еще называют спортивный оскар это главный приз престижного международного конкурса фильмов и телепрограмм о мире атлетов алина кабаева наградили за ее благотворительный фестиваль алина правда в связи с коронавирусом он не проходит уже второй год и пока анонса новом фестивале тоже нет но однако награду алина получила но и не уходя далеко от алины кабаева и кстати странно что в последнее время мы стали говорить о ней все чаще и чаще ну и насколько вы помните после олимпийских игр алина кабаева объявила об экспериментальном международном турнире который она организует по старым правилам 2004 2005 года на момент публикации новости турнир должен был проходить 17 по 18 декабря где гимнастки из десяти стран которые участвовали в олимпийских играх в токио должны выступать с пятью видами скакалкой обручем мечом булавами и лентой и пока новостей по турниру участницам нет однако в инстаграме в stories у екатерины сиротиной главного постановщика сборной россии появились кадры со съемок которые были отмечены хэштегом фонд алины кабаевой так что можно предположить что съемки были именно для этого турнира в съемках принимали участие дарья трубникова мария борисова екатерина селезнева ирина аненкова алина протасова александра скубова мария победушкина анна соколова а также ульяна травкина и алекса николаева кадры очень красивая даже через stories видимо нас ждет не просто турнир а настоящее шоу тоже могу предположить что возможно это замена фестивалю алина так как детей привозить в москву сейчас очень сложно из-за коронавируса а взрослых гимнасток можно использовать ведь они в любом случае путешествуют и приезжают на различные международные турниры но в связи с введением с января 2022 года новых правил в художественной гимнастике обновляются и другие моменты так появилась информация по которой сняли ограничения по возрасту для выполнения званий и разрядов так если раньше гимнастки выступающие по кандидатам мастера спорта или по первому разряду не успевали подтвердить свой разряд связи с какими-либо обстоятельствами независящими от них они были вынуждены закончить профессиональную карьеру и остаться без разряда оставив гимнастике все детство также гимнастки не могли выступать на соревнованиях в россии так как нельзя было выступать с неподтвержденным разрядом и самое интересное что на международных соревнованиях за границей такого ограничения не было и девочки могли выступать там а в россии нет и теперь этот момент урегулирован и в россии для гимнасток убрали верхнюю границу возраста в итоге каждый ребенок может выполнить любой разряд в любом возрасте уверена что это скажется очень хорошо на многих спортсменках правда вероятнее всего сейчас будет намного больше девочек с разрядами но с другой стороны это может повлиять и на развитие любительского вида спорта где девочки смогут в своем темпе выполнять любые разряды а в госдуме тем временем приняли законопроект о доплатах тренером олимпийских чемпионов также на данный момент идет рассмотрение доплат тренером принимавших участие в подготовке спортсменов занявших призовые места на международных турнирах но теперь к сладенькому вышел официальный порядок отбора на серию этапов кубка мира на 2022 год и здесь много любопытных вещей так в следующем году состоится пять этапов кубка мира в афинах в пезаро в софии в ташкенте и в баку и так как сейчас идет максимальное сокращение участниц то в этих турнирах есть довольно много ограничений так по две гимнастки от страны смогут представить только федерации россии белоруссии болгарии италии украины японии латвии бразилии венгрии румынии германии и словении также дина верно сможет принять участие в любом этапе кубка мира независимо от того заявлено она или нет так как в этом году дина стала абсолютной чемпионка мира она может 3 гимнасткой выступать на каждом этапе это место не передается так что россия сможет заявлять любых две гимнастки и дину а значит от россии вероятнее всего на каждом этапе будут выступать три гимнастки думаю для нас это очень хорошая новость в случае если дина конечно же не закончат свою карьеру также есть квоты для принимающей страны так в каждой стране где будет проходить этап принимающая страна сможет выступить дополнительно одну гимнастку но не больше двух от страны так получается для кубков мира в болгарии и италии ничего не поменяется так как у федерации и так уже есть по 2 квоты все остальные федерации смогут прислать по одной гимнастке от страны на каждый этап в групповой программе команду могут выставить федерации россии италии белоруссии японии китая азербайджанда германии украины бразилии сша франции испании эстонии венгрии финляндии и казахстана также есть квоты для принимающей страны в случае если ее нет в списке они могут выставить свою команду но теперь интересные факты которые в связи с последним чемпионатом мира сказались на сильных федерациях насколько вы помните сборная болгарии в групповых упражнениях не участвовал в чемпионате мира в связи с травмой лауры тратц они были вынуждены сняться уже по прилету в японию так гимнастки болгарии не эта команда не другая не смогут выступать на этапах кубка мира разве что на домашнем турнире сборная израиля также не принимала участие в чемпионате мира правда их федерация приняла это решение еще задолго до чемпионата мира так получается что командов групповых вовсе не сможет принять участие в серии этапов кубка мира а в личном многоборе может быть заявлено только одна гимнастка от страны правда есть одно небольшое но если до жеребьевки федерации не подтвердят свое участие либо откажутся то квота будет приходить ниже к тем командам которые не смогли отобраться и если в личном место появится вряд ли то вот в групповом так как мало команд принимали участие в чемпионате мира и если кто-то будет отказываться то могут были внесены те у кого на данный момент квоты нет в общем странный и интересный отбор что здесь удивляет что сборная израиля так и не выставила ни команду не личность и пожертвовала местами на серии кубков мира но с другой стороны будет немало и других турниров и год не олимпийский и даже не пред олимпийский так что время на восстановление и наработку по новым правилам у них есть но следить за всеми этими перестановками и событиями явно будет интересно ну а теперь к самой главной новости которая оживила все чаты после ее появления так сми появилась информация что бывший главный тренер сборной израиля ирина викторчик займет пост главного тренера сборной россии не исключено что сми немного не договаривают или привирают и это будет после не главного тренера а главного тренера групповой команды либо просто рядового тренера но однако исключать вероятность нельзя ходят слухи что ирина александровна виндер не совсем здорово и возможно она приняла решение снять себя нагрузку и поделиться ей с опытным тренером как говорят держи друзей близко а врагов еще ближе хотя надо напомнить что ирина викторчик не принимала участие в подготовке линой ашрам к олимпиаде но не исключено что как главный тренер сборной израиля наблюдала за процессом и давала много советов судя по сми ирина викторчик будет готовить нашу сборную к олимпиаде в париже в 2024 году однако ирина викторчик знаменита не только как самый лучший специалист в израиля но и как скандальная личность с ней в мире гимнастики связан не один скандал и думаю будет сложно узнать правда все это или это дело рук завистников либо на самом деле ирина викторчик любит появляться в сми в скандальном свете в целом рассвет израильской гимнастики связывают именно с ириной до того как она переехала в израиль она выступала в составе сборной москвы и тренировалась в ссср так что закалка и воспитание у нее точно советское приехав в израиль и гимнастки быстро начали выигрывать все что возможно а вместе с тем начали появляться и скандальные новости кто-то связывает подобные вещи с тем что федерации просто завидуют а кто-то с тем что она не стесняется высказываться в том числе и критиковать власть и чиновников и за это отдувается такими скандалами из самых громких скандалов конфликт 2016 году когда команда израиля на чемпионате европы выиграла золотые медали а позднее прямо перед олимпиады одна из спортсменок сборной израиля заявила в сми что тренер ее пнула и ударила во время разминки перед выступлением тогда все девочки поддержали подругу а викторчик отстранили от занятий с командой в итоге на олимпиаде в рио только шестое место после того скандала на тренера ополчились все в израиле по словам самой ирины викторчик спортсменки в израиле избалованные и никакого насилия с ее стороны не было и это было просто требовательность в преддверии важного старта правда с 2017 года контракт возобновили и ирина викторчик вернулась к своим обязанностям однако в этом же 2017 году она не заявила команду на чемпионат мира объяснив это тем что команда не готова и гарантировать хорошее выступление она не может после этого скандала сборную пересобрали полностью перед олимпиадой 2021 года в токио всплыл очередной скандал сми появилась запись разговора с другими тренерами где ирина викторчик обсуждал или ноя шрам и высказывалась о ней в нехорошем свете также на аудиозаписи были слова в адрес ирины винар где говорилось что главный тренер сборной россии не контролирует судей и это шанс израилю взять все в свои руки правда ирина викторчик здесь объяснила появление этой записи тем что это просто попытка ослабить ее перед олимпиадой в токио и запись сделана пять лет назад и все что на ней говорится неправда позднее появился адвокат через которого утверждали что эта запись и вовсе поддельная однако контракт все-таки разорвали и сейчас мы видим новость о том что ирина викторчик переезжает в россию и вероятно будет готовить российских гимнасток теперь вопрос что будет со сборной израиля и что будет со сборной россии и уйдет ли все-таки ирина александровна винар со своего поста или будет продолжать работать но совместно с израильским тренером пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу реально ли все эти скандалы или в израиле преувеличивают и как вы относитесь к тому что тренер израиля будет готовить наших гимнасток в общем это явно тема для больших дискуссий и повод понаблюдать что же все-таки произойдет в мире гимнастики на следующий год все-таки новое правило новые главные тренеры у двух сильнейших стран ох я прям в предвкушении посмотреть на итоги всего этого но на сегодня это все помните что я вас всех очень сильно люблю и пока пока